Может ли рождение ребенка повлиять на духовный рост у матери? Это мой первый вопрос. И второй вопрос, это аборт это грех, это сказывается на карме? Первая вопроса, может ли родиться ребенка влияет на духовный рост у матери? Вторая вопрос, это аборт это грех, это сказывается на кармане человека? Первая вопроса, может ли родиться ребенка влияет на духовный рост у матери? Эта вещь не может сказать, об этом, обе ситуации. Это может прервать ваш рост? Или может усилить и сделать вас более в медитации? Это не фиксировано. Потому что у многих женщин есть дети, и они также очень хорошо развивают и растут. И еще одна вещь, когда у вас есть ребенок, в большинстве случаев 80% энергии уделяется ребенку. И если у вас есть желание расти внутри, то это займет некоторое время. Но с другой стороны, может быть, он дает вам мастерство, у вас есть какие-то опыты, и после того, вы идете больше в медитацию, в inner growth. Но с другой стороны, возможно, вот эта ситуация, этот ребенок, он делает вас более зрелым, вся вот эта вот ситуация, и, возможно, после вы начнете расти быстрее. Но эту вещь вам необходимо смотреть внутри себя, чего вы хотите. Вам необходимо решить, хотите вы, для чего вы хотите ребенка? Для того, чтобы ухаживать за ним, либо эту же энергию вы могли бы направить внутрь, для внутреннего роста, духовного роста. Но дети, когда они рождаются, они дают своим матерям огромное чувство материнства. И с этим женщины получают огромное удовлетворение. И тогда, если вы должны идти с этим, то это нормально. И если вы не чувствуете, что я должен быть ответственным, мою энергию с собой, то это зависит от вас. И тогда, после рождения, если вы решите, что вы должны быть абсолютно ответственными за и заботиться о ребенке, либо вы решите полностью уделять время себе для своего роста, это остается решение за вами. От вас зависит. И это от вас зависит. Затем вы будете получать соответствующие переживания. Вам необходимо будет 20 лет ухаживать за ребенком. Таким образом, ваши 20 лет будут потеряны. Но, также, с другой стороны, если у вас есть ребенок, то ваша любовь очень хорошая возможность для общения. С другой стороны, если у вас есть ребенок, тогда появляется очень хорошая возможность для проявления любви. С детьми ваша энергия автоматически начинает течь. Это очень естественно течь в любовь. Таким образом, невозможно определенно сказать, будет ли ваш духовный рост прерван, либо он усилится. Вам необходимо осознать, чего вы в данный конкретный момент хотите больше. То есть, невозможно сказать, будет ли ваш духовный рост прерван, или он будет усиливаться. И что вторая вопроса? Вторая вопроса – это, может быть, абортина – это мать, может ли она создать кармой для человека? Да, если какая-то душа хочет прийти, и вы не позволяете этому произойти, да, что-то неправильное происходит. Но, с другой стороны, вы должны видеть, что вы можете быть хорошей мамой, вы можете быть хорошей папой, вы можете принимать полную ответственность. Но, с другой стороны, вам необходимо очень четко осознавать, будете ли вы хорошей матерью, хорошим отцом, способны ли вы взять на себя ответственность. И в течение 20 лет выращивать это существо. И об этом нужно заботиться в самом начале, еще до того, как вы решили, как произойдет зачатие. Если вы делаете аборт, то это, да, это уже грех. Потому что вы прерываете жизнь. Но, с другой стороны, если вы не можете позаботиться о ребенке, это также грех. Потому что вы должны быть ответственны за него. Вы должны дать ему хорошую пищу, дать ему каждого дня, в его жизни 20 лет. Потому что вам будет необходимо обеспечивать его пищей, обеспечивать одеждой, всем необходимым. В противном случае, зачем вы это все затеяли? И если у вас есть ребенок, и вы можете заботиться о нем, и вы ни от кого не зависите, тогда это правильно. В противном случае, если вы сделаете аборт, через некоторое время эта душа найдет другое тело, другую мать. Если вы можете позаботиться о ребенке, если вы независимы, тогда это хорошо делать ребенка. Но, если вы не способны взять ответственность за ребенка, если вы не способны позаботиться о нем, тогда вам необходимо предпринять что-то. Then karma will happen anyhow, this way also, and that way also. Karma случится в любом случае, этим путем или тем путем. If you're keeping, then karma. If you not want to keep also, also karma. Если вы оставляете ребенка, это тоже карма. Если вы не хотите его оставлять, это также создает карма. So you have to pay back both ways. В любом случае, вам придется платить. And you have to look how can do you for you. И вам необходимо посмотреть, какой вариант лучше для вас. This time abortion is happening, not so big thing. Because you did something wrong, and you also have to do clear with wrong. Maybe if you, anybody has abortion, maybe this soul has only this karma with you. One month, two months, three months, and finish. Many times happen, new baby come, even not came out, finishing inside already, dead. Or just come out, birth, and dead also. Many times happen. И много раз случается так, что ребенок умирает, еще не родившись. Либо он рождается и сразу же умирает. Такое часто бывает. So this is how much you have karma with him. He will stay. Some kids two years after death, some kids somewhere times five years, seven years. They have this karma and finish. И это зависит от того, какая карма у вас с этим ребенком. Иногда он умирает через два года, иногда через пять, иногда через семь лет. So this thing you have to look, how much you want, how much you can take care. Both ways it's wrong, it's happening something. И вам необходимо наблюдать эту ситуацию, насколько вы хотите ребенка, насколько вы способны позаботиться о нем. Но обе эти ситуации являются неправильными, они создают карму. You have to look at it, watch it. Необходимо наблюдать это.